Утки плывут ко мне, в лесу какие-то крикеры сдаются. С вами Марина Морлок, я провожу время на полотене. Единственное, конечно, в связи с дождами, полотену вообще не кисло размыло. И тут иногда даже или рыбаки сидят, или дети купаются. В этот раз тут просто немножко есть отдыхающих в беседке, а так вообще тут никто и не купается, и рыбаки не сидят, потому что погода что-то шепчет на аллее выпей. То и дело, начинается, короче говоря, какой-то гнусный дождичек. Вот это непосредственно плотина, где я стою, которая запрудила два, видимо, ручья и в результате чего образовалось два озерца и такая грязевой перешеек. Собственно, я в белых кроссовках чешу. Тут отличное место для коров, потому что тут влажно и тут довольно, видимо, вкусная трава в любое время года. Поэтому коровам тут, конечно же, прикольно вообще. На той стороне был мостик когда-то давно. А я хотела переодеть футболку с белую на черной. Поэтому я решила пойти вот туда. Тут футбольное поле, тут ребята футбол иногда играют. Вообще должны быть грибы. Трава небольшая, это конечно, когда кто-то ее косил. Я так думаю, вот там непосредственно вход в лес, где можно влезть в лес. А вот там лес какой-то сухой и уже, в принципе, вырастает новый. Я хотела бы и за грибами пойти с одной стороны. Вот видите, тут сажают лес. С другой стороны, в лесу так пахнет хорошо. Он так всем манит, конечно же. Но что-то и погода опять шепчет. Налей и выпей. И, конечно, как-то вот я ухожу уже далеко от жилых массивов. Поэтому, конечно, какие-то опасения. Все-таки я не настолько люблю лес. Причем вот там вот видите, прям там совсем-совсем лес. Кстати, там где-то в той стороне я видела какую-то такую беседочку, где можно проводить время. А там дальше, кстати, были грибы, я помню, с бывшим парнем. Он как-то больше любил лес. Дядя Руслану лес совсем не любит. Он любит дачу-рачу. А вот лес он что-то не любит. Вот. В общем, там дальше были. Мы что-то находили тут грибы. Целые боровики даже. И я что-то сюда заходила даже зимой. Как-то я не боялась. Но вот сейчас я что-то иду, и у меня очково прям как-то. Поэтому я, наверное, далеко-то заходить не буду. Тут такой вот ельночка. Да, я тут зимой была. Здесь вот. Здесь елки и сосны такие большие. А еще тут комарики. Комарики могут начать меня кусать. По этой причине я тоже далеко не буду выходить. А я тут переоденусь просто и пойду уже в обратную сторону. Ну, тут солнышко как раз вышло. И тут такая широкая просека-то дальше идет. Вот. Такая тут дождик, солнце. Комаров мало. Из-за дождя пахнет прям лес. Ну ладно, ребят. Сейчас я переодену футболку с вами, Марина Морлок. И буду уже возвращаться. Ну, тут прям не парк, а лес. Прям совсем прям лес. Не леса, парк, а именно лес лесной. Такой очень лесной. Вот. В прошлый раз меня тут очень сильно комары зажрали. А вот там, смотрите, как будто бы прям там прикольно где-то вдали. Грибной дождь. Грибов, наверное, будет много. Все, на меня уже слетаются комары. Так что буду я переодеваться. С вами Марина Морлок. Ставлю на палец. Итак, господа, смотрите, как резко потемнело. Солнышко прячется. И такое впечатление. В лесу, конечно, стрёмно. Вот. Тут прям такой совершенно лес, как в фильме «Ведьма из Блэр». И, конечно говоря, в лесу страшно, честно признаюсь. Во-первых, тут комары кусают. Видите, вот, прикиньте, вот я остановилась на минутку одеть футболку. И гнусный комар уже сел мне на башку и напился кровью. И теперь я боюсь, что, наверное, весь лоб мне измазал. У меня, наверное, пятна на лбу, как у Горбачёвы. Ладно, пойду я обратно все-таки. В лес лучше идти. И, конечно, ни в коем, 100% там есть грибы. Сам по себе лес, такой его вид, обещает изобилие вкусных грибов. Но кроме грибов, тут ещё и много комаров. Хотя их в этом году даже на даче мало. Но здесь их полно, потому что это такой сырой лес, болотиский. Грибной, наверное, очень. И такое впечатление, как будто там в густой этой чаще кто-то скрывается и кто-то наблюдает за тобой вот из этих вот, из-под тёмных ветвей. Поэтому, ребята, я, наверное, пойду в всё-таки лес, как бы сказать, очковый, очковитый лес. Во-первых, во-вторых, я не ожидала, что комары тут как-то так сильно и больно кусаются. Прям вообще, как просто как будто звери какие-то. Деньги, это жесть. Прямо как будто кровожадные, но очень кровожадные насекомые. Конечно, это трэш. Но так лес выглядит очень аккуратным. Такое впечатление, что кто-то тут, видимо, приходит, убирается. Кто-то здесь, видимо, убирает, потому что мусора мало. И вот там пинки аккуратно так подпилены. Не выглядит это всё каким-то таким брошенным. Вот ветки обломаны. Буреломы как-то тут нет, во всяком случае. Вот тут вот аккуратненько они так сложены. Такие дела. Я в чёрной футболке, я меняю цвета. Вот такие ёлки. Но я смотрю, что-то ёлки не особо впечатляют. И опять комары. Жесть просто. Просто жесть какая-то. Жесть. Да, без средства от комаров сюда лучше не соваться. Ни в коем случае. Оначе сожрут. Мне надо просто остановиться и подавить на себе комаров. Потому что это очень комарийный лес. Сложен марином мороз. Вот новая поросль подрастает. А там уже вроде бы даже солнышко какое-то проглядывает. Вот вроде бы уже и тучи прошли. Вот уже всё и по-другому выглядит. У меня аж сильно цапнул комар-то, блин, какой. И вот ещё один кружится. Пойду-ка лучше. Я, наверное, пойду пофоткаю. А там дальше в лесу я видела даже место, которое устроилось для того, чтобы там отдыхать. Комарище – это кошмар. И вот то солнце, то дождь. То солнце, то дождь. То и дело. То и дело. Прям. Запах, конечно, хороший. Пахнет лесом, естественно. Чем же ещё может пахнуть в лесу? Но средства от комаров. Плащ, палатка. Топор, наверное. Обязательно. Для этих развлечений. Вот там вот сохнет. В общем, там дальше я видела, не знаю, если мне не показалось, там какое-то место есть, чтобы в лесу именно можно было посидеть. Но, наверное, не каждый отважится там тусоваться, потому что комаров в лесу более чем достаточно. Их там не просто много, их там очень много. Мне уже обкусали даже лоб. Это жесть. Это просто какие-то животные глинацкие, а не комары. Это ужас. Я, наверное, пойду вот на тот берег солнечный. И ещё там фотографируюсь в новой локации. Так как я в новой футболке. О, это ещё на том берегу поснимаюсь. Вот оттуда я пришла. То солнышко, то дождик, то солнышко, то дождик, то солнышко. Вот вся плотина, вся-вся-вся в дожди. Там люди под крышей сидят, шашлычники. Солнце вышло. И вот лес сразу, на солнце лес, конечно, сразу же улыбнулся. Ну, у меня просто, когда стоит меня одного, когда у меня один комару кусть, у меня прям настолько они меня бесят, что я прям начинаю нервно чесаться сразу же. Как будто меня покусали сто комаров. И вообще, блин, из-за комаров я разлюбила лес. Потому что как-то всё-таки хотя, блин, распутится. Вот это вот главная черта этого лета распутится. Я представляю, что будет на нашествии. На нашествии, наверное, будут грязевые ванны просто. Наверняка, сто процентов. Наверное, будет просто грязь. Так что там можно будет потонуть в этой грязи. Хорошо, что мы не ездим. Так, вот такие вот дела. Ну, вот, блин, дождь грибной. Я говорю, грибов наверняка прям сто пятьсот. Там какой-то дымок стерлится. Известно, по ощущениям, что там тоже кто-то ждёт костёрчик. Там, наверное, тоже люди отдыхают. То есть вот там вот тучи такие ещё низкие. Вот они грозовые, дождливые. Уже солнце, и при этом дождик идёт, и круги такие на воде. Ну, ладно, пойду я, наверное, фоткаться и уже домой, чтобы... А то так мне послезавтра на работу выходить, а тут всякие дожди. И причём одновременно и дождь идёт, и солнце припекает. Прям такой грибной дождик. Вот такие вот дела. В общем, с вами была Марина Морлок. Всем спасибо. Всем счастливо. Удачных вам выходных. Удачно вам отдохнуть, если это вообще возможно при такой кайфовой погоде. Всем счастливо. И пока-пока. Слушайте, как дождь шумит. То есть и дождь шумит, и солнце греет. И всё одновременно. Просто грибное лето. Кстати, по приметам, лето должно было быть холодное, но с большим, могучим урожаем грибов. Вот так оно и получается. Здесь мы, как я и ухиру. Здесь мы будем закрывать. Итягиваем. 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 Итак, всё новое. Пока-пока.